Всем привет! Вы на канале Миша Николь. Сегодня мы вам покажем, как сесть на поперечный шпагат. И для начала, чтобы сесть на поперечный шпагат, нужно что, Николь, сделать? Разогреться. Очень хорошенько разогреться. Разогреемся? Да. Чтобы хорошенечко разогреться для поперечного шпагата, нам подойдут приседания, можно попрыгать и побегать на месте. Мы закончили размывку, а сейчас мы будем растяшку. И начнем мы растяшку с чего? С приседания. Широко расставьте ноги, разверните стопы, колени и бедра наружу. И начинаем приседать. Медленно. В этом положении можно попружинить. Сейчас мы будем делать наклоны. Приступай! Мы делаем наклоны к обеим ножкам и посрединке. Если вам позволяет растяжка, можно согнуть ручки в локоточках и тянуться локоточками. А сейчас мы будем делать бабочку. Можно надавить себе на коленки. Затем мы делаем лягушку. Тянемся вперед. Пытаемся максимально расслабить мышцы. А теперь, если вам позволяет, то можете поднять ручки вверх. Следующее упражнение мы тянемся вот в таком положении. Носочек натянут вверх. В идеале нужно начинуть до пола. Следующее упражнение разводы в поперечины. Последнее наше упражнение – переход из побережного шпагата. Вот в этом положении мы должны зафиксироваться и максимально расслабиться. Если растяжка вам не позволяет, то помогаем себе ручками. Опираемся на ручки, перекатываемся и обратно в такое же положение. Ну вот я и села на шпагат. Выполняйте такие упражнения 3-4 раза в неделю, и в течение 1-2 месяцев вы увидите хороший результат. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Да, пытайтесь сесть с двух стульев. А у нас приветы. Вика Круглова, Оля Смайл, Елена, Кутатчиков, Мария Златова, Виктория, Лавренова, Алена, Коршуненко, Валерина, Зацепила, Бублик, Бульк, Вика, Бубинина, Арина, Шиломова. Всем пока-пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Пока-пока!